Дмитрий, как вы считаете, жители совхоза имени Ленина, они пассивны? Если да, то почему? И какова их роль вообще в этой истории в защите совхоза? Ну, мне кажется, что жители совхоза должны быть куда более активны по причине того, что то, что происходит с совхозом, на мой взгляд, выльется совершенно в конкретные вещи, потому что, ну, давайте разрисуем тот сценарий, который я озвучивал где-то года полтора, год назад. И то, что команда там Павла Николаевича бьется, ну, то есть то, что это происходит еще пока, он, извините за прямоту на свободе и совхоз является совхозом, это честь и махвала. Потому что можно найти старые мои видео, где я говорил, что логика развития этих событий, я вижу ее так, что будет отъем, соответственно, собственности в виде акций, последующий приход директора нового, его ревизия старых договоров и возбуждение уголовного дела против Павла Николаевича. Ну, соответственно, выдавливание его из страны, выдавливание его вообще из политики, бизнеса и всего остального. К чему, в общем-то, этот сценарий пока еще медленно реализуется, слава богу, а впоследствии, ну, в общем, для большинства, не только жителей совхоза, но и для большинства жителей страны, ну, повозмущаются в интернетах. Я многократно это говорил, в том числе и здесь на канале, что вообще отстаивание своих интересов, это, ну, не на амбразуру дзота лечь один раз, и вот, знаете, расстреляли тебя, а ты потом такой весь красивый в веках тебя увековечивает. Это очень нудная работа, она ежедневная. То есть, когда ты еще работаешь, у тебя дети, семья, хозяйство, там, надо на дачу съездить, с тещей умудриться поругаться, а еще при этом зачем-то дойти на каждое судебное заседание. То есть, что нужно делать? Обычно, вот, знаете, такие идиотские вопросы, а что нужно делать? Я всегда говорю, что ничего сложного в том, что нужно сделать. Нужно, там, приблизительно тысяч пятьдесят-семьдесят на адвокатов ежемесячно. Нужно эти деньги собирать ежемесячно в течение трех-пяти лет. Трех-пяти лет. Нужно в течение этих трех-пяти лет ходить на все заседания, которые даже пусть самые мелкие. То есть, несмотря на то, что вот этот список я даю ранее, нужно выходить на одиночные пикеты в течение этих трех-пяти лет. И нужно себе эту задачу поставить и вот эту задачу исполнять. Нужно, соответственно, писать и подписывать открытые письма президенту, премьеру, местным властям, в прокуратуру писать. Но вот это нудное отстаивание интересов совхоза и своих интересов, подчеркиваю. Потому что это не интерес Павла Николаевича, условного клубничного короля, как его обозначило, соответственно, типа пресса федеральная. Это отстаивание ваших персональных интересов. Потому что после того, как совхоз будет полностью поглощен, никакую картошку никто, конечно, сеять не будет. Совхоз будет переведен в городские поселения, земля будет тоже переведена в городские поселения, и там просто встанут высотки. Вы просто будете жить в большом, огромном человиннике. Я могу сказать, что вы сейчас находитесь рядом с тремя триллионами долларов. В прямом физическом смысле. И то, что Павел Николаевич эксплуатирует землю как хозяйственник, а не как девелопер, ну, в общем-то, ему честь и хвала. Но в целом, вот просто поставив сюда тупо высотки, можно разово заработать три триллиона. Я вас уверяю, что многим из вас даже будут предлагать какие-то за это деньги. И вот это вот зла-то против, соответственно, своего желания жить в стране, которая что-то не только потребляет, но и производит. Производит не только деньги, и здесь, и сейчас, а думать о будущем своих внуков. Ну, поэтому то, что происходит, и то, что делают жители совхоза, ну, есть небольшая группа активистов, я их знаю. Ну, это как-то, это прообраз страны. Совхоз – это прообраз страны. Есть очень небольшая группка, которая понимает, что это делает. А большая часть, ну, вот как с нынешним опросом-голосованием, как бы бойкотирует. Ну, уже типа не до этого. Хотя нужно потратить всего там зачастую три минуты в свое время. Вот и все. Замучили Грудинина. Чего вы его мучаете? Если вы его не сделали кандидатом к президенту, он спокойно сидел бы, миллиардер, и жил бы на проценты. Вы его выставили на выборы? Вы что, не понимаете, что будут бить таких кандидатов, у которых есть шанс на победу? И теперь вы его спасаете. Не спасете вы его. До полного банкротства. Когда у него ничего не останется, тогда его оставят в покое. Жириновский обвинил КПРФ, что они подставили Грудинина, выдвинув его кандидатом к президенту. Что бы вы возразили на это? Ну, здесь насчет того, что подставили они Грудинина или не подставили, в данном случае им надо задать вопрос. А что выдвижение в президенты – это какое-то преступление? Хорошо. А предположим, Владимир Вольфович выдвинул бы меня, например, от ЛДПР в президенты или себя. Это что, тоже преступление? Или хорошо своего любимого сына, прекрасного молодого человека или даже кого-нибудь из внуков? Потому что это что, подстава, получается, ЛДПР была бы внука Жириновского? Поэтому мы искренне любим Владимира Вольфовича. Но выдвижение в кандидаты в президенты, и даже страшно сказать, я был претендентом в кандидаты в президенты в тот же срок, когда и Павла Николаевича выдвинули, а меня не выдвинули. Я не считаю, что выдвижение в кандидаты в президенты в Российской Федерации – это преступление. И если так говорит Владимир Вольфович, то тут вопрос приятный, что Владимир Вольфович открывает нам, как говорится, ширму политической жизни Российской Федерации и говорит, что политика – это, по сути дела, в следующий шаг, это в уголовные дела. Но мне казалось, что политика – это штука, которая формируется для того, чтобы гражданское общество имело своих представителей во власти, а не в тюрьме. – Голосование по поправкам может как-то повлиять на судьбу совхоза? – Голосование по поправкам на судьбу совхоза уже влияет, собственно говоря, благодаря тому, что КПРФ идет правильным, на мой взгляд, в данном случае, в данном случае контексте голосует против этих поправок. Соответственно, дана жесткая отмашка в органах власти не исполнять никакие пожелания. И, соответственно, в том числе и совхоза. Вот совхоз поэтому не может получить никаких торговых площадей ни в Москве, ни в Московской области. И вынужден реализовывать это все на своей собственной территории. Это весь свой урожай. И если мы говорим о голосовании по правках, ну, у нас есть некоторые политические партии. То есть, ну, когда это делают маргиналы, которые якобы бойкотируют. Вот, правда, вот никто не рассказал среди этих бойкотчиков, как обычных дебилов, которые никогда никуда не ходили и ни за что, ни за что и ни за кого не голосовали. Хоть за Путина, хоть против Путина, хоть за Навального. Как отличить просто лежащих на диване от так называемых бойкотчиков? Вот как только они расскажут, в чем они отличаются, ну, кроме дрочерства в интернете, так будет любопытно узнать, как они друг друга различают. Вот я бойкотчик, а я просто обычное чмо, лежащее на диване. Вот интересно, как они между друг другом различаются. У них знаки отличия есть, есть какие-то там еще. Их система просто не видит. Их не видит никакая система, ни система власти, ни все остальные. Ну, вот у нас будем считать, что сегодня там пятое число. Как узнать, что вы были бойкотчиком, а не просто обычным овощем? Ну, то есть, какие подтверждающие документы или подтверждающий знак? Пост в инстаграме? Или где-нибудь я на заборе написал, что я был бойкотчиком? Ну, то есть, ну, или люди просто не в адеквате. Хочется им вызывать психиатрическую больницу. 20 тысяч картинок с одинаковыми хэштегами в инстаграме, твиттере, фейсбуке или даже вконтакте. Этого достаточно для выхода в тренды. Хэштег на английском. Это выход в мировые тренды. И все. Вся купленная за безумные деньги путинская рисовка всенародного одобрения пойдет к чертям. К примеру, Ходорковский предложил распространять хэштег «нет по правкам» и делать фотографию к ним. Это форма маркировки? Нет, это не форма маркировки. Это, ну, господин Ходорковский, я придерживаюсь, что бойкот возможен только в одном случае. Вот господин Ходорковский может быть бойкотчиком по весьма прозаичной причине. Два абсолютно важных тезиса. Первое. У вас нет документов Российской Федерации или документы Российской Федерации у вас присутствуют, но вы ими не пользуетесь. То есть, у вас есть гражданство другой страны. И второе. Вы не платите на территории Российской Федерации налоги. Потому что вот эти все сопли, извините, сживания, что я типа бойкотчик, но при этом каждый день ты приходишь в магазин, приходишь в государственные учреждения и отдаешь туда деньги, это не бойкот. Еще раз говорю, вот ни один бойкотчик не готов написать, что я, например, не имею документов Российской Федерации на собственность, на квартиру, на машину. То есть, я не оплачиваю, и плюс я не оплачиваю никакие налоги, вот тогда ты для меня бойкотчик. Господин Ходорковский, Женя Чичваркин, мой любимый, это люди, которые, там, Александр Сотник, это люди, которые принципиально могут считаться бойкотчиками. Яка вот эта позиция для меня абсолютно приемлема. Потому что они, соответственно, никоим образом не поддерживают режим. Все остальные, ты просто обычные овощи. Ну, ты все оплачиваешь, но никуда не ходишь. Ну, поэтому и все-все, что предел мечтаний так называемых бойкотчиков, это перейти на личность. Они не готовы отстаивать позицию, они готовы обсуждать, например, почему у меня у пола рубашкой поднятый воротник. Ну, там, не знаю, можете посмотреть, есть ли у меня там на зубах кариес нет, вот можете тоже это пообсуждать. Поэтому они переходят на личность, но не могут никакой позиции обознать. Поддерживая поправки в Конституцию, я хочу, чтобы вы понимали, вы поддерживаете войну, не много и не мало. Известный российский политолог Валерий Соловей, недавно выступив в интернете, сказал, что голосуя за поправки, мы голосуем за войну. Вы всем согласны? Ну, голосование, я не могу сказать, что я согласен, что это голосование за войну, это ключевое, это голосование за просто узурпацию власти. То есть, там во всех этих поправках, если уж голосовать, голосуйте за, я вот, вы можно вырезать этот ролик, голосуйте за, вы за вечное правление любого президента, в том числе и Владимира Владимировича. Ведь, напомню, а кто вам сказал, что в Конституции написано под Владимира Владимировича? В Конституции не написано, что он там, только он может выдвигаться бесконечное количество раз. Я предлагаю его, дочери прекрасные будут президентами в следующую жизнь после ухода Владимира Владимировича. Поэтому голосуйте за поправки. Субтитры создавал DimaTorzok